приветствую вас дорогие мастерицы вы на канале дом пряжи рф меня зовут юлия и время вязать сегодняшний ролик посвящен информации о том как правильно закончить отделку изделия а в частности теме очень насущной сейчас это как спрятать хвостики очень многие задают этот вопрос девочек интересует как это сделать технически чтобы это было аккуратно мы это с вами сегодня посмотрим как спрятать в резинке например да в лицевую вот в такую косичку ниточку как спрятать ниточку после закрытия всех петель вот в такой закрывающим в таком закрывающим ряду посмотрим как это сделать по вертикали и по горизонтали и также зафиксировать кончик и как спрятать кончики если у нас вот так в середине работы например середине спинки или рукава оборвалась одна нить либо от бобинной пряжи вы там могли какой-то узелок например исключить либо просто закончился моток как в моем случае и вот я приложила следующие начала вязать дальше и самое главное я покажу вам как качественно чтобы не испортить изделие очень аккуратно зафиксировать эти самые спрятанные уже кончики вот таким вот текстильным клеем текстильный клей вы можете найти у нас на сайте это клей от бренда хемлайн крафтовый клей этот клей текстильный в комплекте вот в такой коробочке вы найдете тюбик вот мой тюбик уже такой довольно таки по юзан и использованный подробную инструкцию здесь есть одна из вот таких вот описаний да с переводом на русский язык правда инструкция это адаптирована для именно текстиля как склеивать ткани между собой а я вам сейчас покажу как работать именно с вязаной ручной трикотажной пряжей и парочку вот таких вот или даже три не помню уже у меня уже много времени где этот тюбик вот таких вот запасных колпачков прежде чем начинать приклеивать хвостики нужно их для начала спрятать вот этим мы сейчас с вами и займемся хочется напомнить что для того чтобы качественно спрятать хвостики нам понадобится не только клей но и крючки удобной толщины кому-то потоньше кому-то возможно возможно потолще понадобится по толщине вашей пряжи ориентируйтесь и иголочки для сшивания трикотажных изделий мы их называем просто кратками мастерицы между собой трикотажные иглы у меня вот такие иглы от ради с нейлоновым ушком очень удобным здесь не нужно особенно как-то целиться в ушко или бояться промахнуться в процессе использования иглы их вот так в наборе два размера для пряжи потолще и для пряжи потоньше мы сейчас будем вот этот вот размерчик потоньше использовать ну и разумеется ножнички и так давайте приступать уже непосредственно к творческому процессу будем прятать хвостики начнем с хвостика который остается у нас после наборного ряда когда мы набрали петли начали вязание у нас остался какой-то участочек ниточки которые мы оставили для прочности а сейчас нам нужно его спрятать конечно же мы прячем его в том случае если он у нас не участвует например сшивание боковых швов часто именно так девочки эти хвосты используют и прятать их нет необходимости но если все же есть необходимость спрятать хвостик в резинке очень удобно прятать его в лицевую косичку смотрите внимательно у нас буквально вот такая макросъемка получилось изначально у нас этот хвостик где-то вот в этом месте располагается как бы почти наружу или ровно на торце его нужно аккуратненько при помощи крючка или иглы вот я его вывела на изнаночную сторону просто подвела как говорится куда нужно куда его нужно подвести а вот буквально первая петля вот ее обе долечки до первая петля нашей резинки на самом деле там и еще ниже есть петля можно и конечно поколупаться и с нее начать вот она сейчас мы посмотрим но достаточно будет если вы начнете стой которую вам хорошо видно итак мы спрячем хвостик сразу же в двух направлениях пройдем высоту всей резинки вверх или ее часть если у вас короткий хвостик можно пройти сделаем разворот и спустимся вниз полностью запрятав хвост абсолютно точно зафиксировал в кончик чтобы у нас ничего не распустилась и мы не переживали носили свое изделие и так вот наша косичка это получается если смотреть вот так с изнаночной стороны но как бы к себе повернуть вот у меня изнаночная эта сторона это правые дольки когда мы смотрим по изнанке и вот вы за правую дольку снаружи вот можно изнутри а можно снаружи нам нужно снаружи за правую каждую правую дольку снаружи вот так вот подхватываетесь иглой удобнее всего это делать иглой может быть вывести наизнанку и крючком а уже прятать иголочкой обратите внимание я пока не вставляю хвостик в иголочку он может быть очень коротким и да нам это и не нужно просто вот так вот подхватываю за каждую дольку снаружи внутрь вводя иглу вот так давайте еще раз это уже все набрали снаружи внутрь водя иглу вот в каждую дольку вот мой путь завершён последнюю дольку я подхватила теперь посмотрите очень удобно я вот так подвожу ушко краю и вот теперь я могу в него ввести свой хвостик посмотрите как это быстро делается когда игла качественная продуманная созданная для удобства мастериц и вам не нужно даже напрягать зрение внимательно смотрите вот так его вытягиваю и поправляю вот мы расправляем его уже не видно и уже совершенно очевидно что у нас ничего не распустится но мы идем дальше теперь нам нужно опуститься с этим же хвостиком вниз чтобы опустить хвостик вниз мы работаем с этой же косичкой из лицевых петель но на этот раз работаем по внутренней стороне заходим изнутри в каждую дольку та которая еще у нас не было в работе и выходим наружу находим также здесь это была последняя петля мысли снизу вверх теперь это первая петля сверху находим ее заходим в нее за ней в следующую и так далее отрабатываем каждую петлю важно чтобы все красиво было и была полная иллюзия что это обыкновенный ряд резинки не сбиваться вот с этого ритма подхватить именно каждую петельку я подхватываю за каждую петлю вот у меня последняя заходит кончик иглы зашел и вот теперь такой острый момент мне нравится прятать хвост уводите его еще и в середину наборного края вот сюда посмотрите вот у меня цепочка из наборного края и я прям в середину петли выхожу вот так вот точно также подвожу ушко поближе краю чтобы можно было использовать короткий хвостик и комфортно при этом нам с вами было завожу его сюда и вытягиваю теперь в этом направлении хвост вот так вот осталось только расправить чтобы не было ничего стянуто вот так вот и на этом этапе девочки ниточку обрезают мы пока ее с вами оставим потому что потом мы проработаем как при помощи клея зафиксировать каждый каждый из хвостиков поэтому они нам пока что нужны мы их с вами оставим уже откроем клей один раз и навсегда как говорят и сразу же все одновременно хвостики зафиксируем все их способы как мы их спрятали давайте смотреть дальше давайте рассмотрим как спрятать хвостик в закрывающем ряду здесь у нас был наборный ряд мы уже спрятали вы даже ничего шинку не видно теперь в закрывающем ряду но у нас здесь во первых два варианта мы можем закрыть как по горизонтальной стороне так и по вертикальной принцип тот же самый давайте рассмотрим вариант закрытия по верх по горизонтальной стороне прям ниточка так удобно лежит единственный совет если у вас это сшивное изделие то все-таки используйте эту ниточку для сшивания пусть даже такую коротенькую вы уже видели как пользоваться коротенькой ниточкой просто проводите иглу до того места когда будет удобно ввести хвостик в ушко и не будет никаких проблем либо если все-таки не хотите этот хвостик использовать прячьте его после уже сшивания чтобы он вам не мешал вот здесь не было лишней плотности и тогда когда все сши то есть этот шов по плечу если вы представить что эта деталька у нас например спинка да есть уже шов по рукаву по пройме и вам нужно всего лишь спрятать хвостик вы просто смотрите где у вас он ловче и ляжет и так здесь есть небольшой нюанс посмотрите последняя петля у нас зафиксирована тем что из нее именно и торчит хвостик и если мы начнем сейчас работать вот по этому же принципу как мы делали с вами именно с первой петли по этому принципу как мы делали с вами вот здесь в косички в резинке у нас с вами вот это зафиксированная ниточка выйдет наружу и начнет вот эта петелька распускаться будет неопрятно поэтому сначала ее вот так зафиксируем заходим сзаду наперед то есть просто нужно сделать как бы лишнее обвитие вот я вставляю кончик одной дольки вот мы это сделали и теперь уже можно и работать мы просто вот так заходим опять тоже по тому же принципу в каждую дольку косички здесь получится довольно таки рыхло вахтло поэтому здесь я советую всегда пользоваться клеем у нас же кромочные петли свободные мы не можем себе позволить стягивать плечевой шов вот так вот его прячем по тому же принципу вытаскиваем вот все небольшой хвостик остается этот момент мы отработаем потом уже с клеем ну и самое интересное осталось у нас напоследок вот эти вот пожалуй самые проблемные хвосты обратите внимание как я подготовилась я во время вязания этого образца когда делала обрывающуюся нить и прикладывала следующую вообще не завязывала никакого узла и вам также советую делать нам этапе просто за окончание одной нити вы прикладываете следующую и спокойно вяжите дальше в следующем ряду вот так аккуратненько потяните чтобы не было ничего растянутым а вот эта дырочка видите чуть больше она пусть у вас остается с ней мы будем работать сейчас в момент когда мы прячем хвостики с лица эта дырочка кстати говоря в глаза не особо бросается но все равно если вы так вот сделать чуть-чуть свободной выглядит эта самая петля ну и давайте здесь уже с вами будем работать самый интересный момент первое что я делаю я вот сейчас завязываю между собой эти нити и девочки я не делаю никаких двойных узлов я просто вот так завязала на один узелок раз и все посмотрите что у меня получилось у меня еще и благодаря вот этому переплетению получился рисунок изнаночной глади как бы сам собой раз вот так вот очень похож этот узелок стал на любую из вот этих протяжек которые имитируют у нас изнаночную гладь и дальше посмотрите если мы ровно разложим нити после того как узелок был завязан они у нас лежат по диагонали и не нужно пытаться сломать это направление вот по этому направлению мы их и будем с вами прятать вот наше ровненькое полотно и мы хотим его оставить таким же ровненьким и аккуратным посмотрите что мы делаем у нас тоже есть здесь дольки и мы вот посположили ниточку посмотрели как она лежит вот она очень удачно у нас легла в работу пойдет вот эта долька вот это и по диагонали по диагонали вот так каждая посмотрите как это будет выглядеть у нас в работе вот так вот раз два три каждую каждую я прихватываю давайте еще раз вот лежит моя ниточка и вот они мои долечки торчат по диагонали я каждую из них пока подхватываю получается как бы работу иголкой снизу вверх одну вторую третью четвертую ну какое-то количество для перфекционистов возможно это важно вы прям посчитаете что у вас будет например вот раз два три 4 5 6 7 долек вверх и например столько же вниз все я проложила опять же путь для нити некий тоннель давайте посмотрим с лицевой стороны у меня игла видите здесь не видно потому что я опять же только за одну дольку хватало ниточка вообще никак не будет с лицевой стороны себя показывать и теперь по тому же принципу я подвожу ушку краю чтобы мне удобно было свой короткий хвостик вставить вот вам пожалуйста если не ниточку экономить и можно оставлять и короткие хвостики и протягиваю ее сквозь уже проложенный вот этот тоннель все уже ничего не видно остается только хвостик обрезать мы пока его оставляем и вторая ниточка тоже самое протягиваем ее вот так ровненько рассматриваем куда же мы будем прятать и вот они прям видно под ней вот эта самая дорожка из этих долек начинаем подбирать 1 2 3 4 5 шестая таким вот образом таким вот образом вот она седьмая и восьмая у нас там было 7 давайте 7 оставим вот точно также я проложила путь точно также с лицевой стороны ничего не видно я подвожу ушку к краю чтобы мне было удобно работать с коротким хвостиком и продеваю его уже тогда сквозь ушка вытягиваю ниточку в нужном направлении все вот еще раз узелок свой зафиксировала все расправила чтобы было аккуратно все пожалуйста вот результат с изнанки вот результат с лицевой стороны все очень аккуратно к слову сказать девочки вот в этом месте у меня сейчас уже точно также спрятаны два хвоста точно также по диагонали и заклеены уже на клей если присмотреться я вам сейчас покажу где-то вот в этом месте у меня узел и вот пошла когда пальцем показываю возможно вам видно и вот вниз у меня пошла спрятанная ниточка в направлении также по диагонали ну и осталось нам с вами наши хвостики все аккуратненько подклеить прежде чем начать работать непосредственно с клеем давайте с вами о подготовке к этой работе поговорим нам понадобится с вами какая-то бросовая вот такая бумажечка листочек я вот для этого сохранила инструкцию обычно я их выбрасываю до чтобы каждый раз не плодить бумажки вот так вот до использовать ее нам понадобятся с вами ножнички непосредственно клей и один из колпачков которыми мы будем пользоваться посмотрите внимательно у колпачка есть вот такой кончик который если вы к своему клею присмотритесь такой слегка лохматый на нем пластик такими цеплялками остался вот его видно даже такое некое утолщение я очень аккуратно можно пилочкой для ногтей можно каким-то острым предметом это все сточила с него сделала свой выход колпачок которыми я работаю более ровным для чего мне это нужно девочки мне не нужно такое количество клея которое я буду прямо выдавливать из колпачка и я не использую колпачок по прямому его назначению чтобы сквозь него проходил клей чтобы его потом не портить у меня колпачок работает инструментом это некая кисть вот которая именно вот так пользуюсь до вожу просто по полотну один колпачок убираем 2 тот который у меня уже подготовлен у нас будет в работе если у вас клей новый очень удобно вот здесь с торца есть острая такая штучка игла такая которой вы открутив колпачок у нового тюбика здесь у вас будет мембрана вот так просто проткнете эту самую мембрану и у вас вот освободиться с клеем можно будет им пользоваться дальше по логике вещей нужно накрутить колпачок потом каждый раз его промывать следить чтобы он не засорился это ему очень свойственно именно поэтому несколько колпачков лежит в упаковке так я не работаю так я не пользуюсь я пользуюсь колпачком вот теперь посмотрите просто вот так в отверстие в это да которая у нас помощью иглы получилось набираю клей давайте теперь подготовим нашу ниточку отложим вот так в сторону клей аккуратненько до колпачок пусть пока постоит подготовить нужно нить которую мы приклеиваем вот например наша первая спрятанная нить мне очень нравится приклеить ее вот здесь внутри чтобы она там была приклеена и чтобы не было никаких жестких моментов никаких жестких участков очень поэтому нужно дозировано буквально гомеопатически использовать клей я слегка посмотрите слегка под вытягиваю нить вот у меня даже под собралось вот здесь полотно и бог с ним желательно вот так запомнить примерно сколько вы вытянули ну там пусть чуть больше чуть меньше вот я ее вытянула подготовила теперь что я делаю вот теперь я при помощи колпачка можно вот так чуть поднадавить до чтоб клей появился буквально набираю при помощи вот этого кончика чуть-чуть клея на его самую острую часть вот я его набрала и вот так вот тут уже аккуратно можно может быть бумажечку какую-то подкладывать если боитесь что неаккуратно сделайте вот так слегка обтирая как бы такими обтирающими движениями наношу клей чуть-чуть на нить вот я его нанесла если вы почитали инструкцию заранее вы увидите чтоб производитель клея предлагает на какое-то время оставить там довольно таки длинный промежуток что-то несколько минут но мы такое количество клея просто не наносим буквально достаточно вот нескольких секунд чтобы вы так на воздухе побыл клей начал он полимеризоваться и теперь мы просто вытягиваем нашу резинку как бы загоняем обратно вот таким образом аккуратненько не касаясь хвостика загоняем обратно эту самую нить которую только что под вытянули ту которая покрыта клеем можно вот так пальчиками в этот момент под зафиксировать и вот сейчас мы смело можем под самый корень этот самый оставшийся хвостик обрезать и закончить здесь все это расправлять уже более смело все вот здесь хвостик зафиксирован навсегда его теперь не вытащить он буквально вот по такой длине практически да у нас там приклеен можно только кончик мазать вот здесь кончик приклеится если пряжа деликатная боитесь что клей оставит следы здесь например у меня пушистая пряжа такая с меланжевым эффектом можно мазать и побольше ну по расстоянию я имею ввиду не пожирнее а побольше все этот хвостик мы зафиксировали точно такая же процедура ожидает и вот этот хвостик меня уже слегка он запачкался поскольку пряжа тоже самое я не буду тратить время и очищать его можно просто с лафеточкой его обтирать там бумажечкой листочком набираем клей вытягиваем какое-то количество нити и вот так вот ее можно сказать выпачкиваем чуть-чуть смазываем до с колпачка вот этот клей все выпачкали нить по-другому даже не назовешь что даже не нанесение клея и вот тут очень удобно аккуратненько все обратно растянули все хвостик остался той же длины все поправили зафиксировали пальчиками придавили и вот этот крошечный хвостик тоже можно смело обрезать уже у нас ничего не распустится никогда и никуда не денется все готово вот ну и давайте спрячем и эти самые два интересных хвостика еще раз вам показываю вот у меня узелок и вот они две проходят но буквально вот тут чуть чуть заметно уплотнение просто цвет на цвет светлый лег здесь же меланша он просто как бы усилился абсолютно мягкое полотно клей не жесткий ничего здесь не затвердело у меня ну то есть просто вот от слова никак не затвердело прям вот в центральной части образца все остается мягким и эластичным девочки если пряжа толстая или например какая-то шнурковая такая хлопковая фиксируйте только по краешку мы с вами тоже посмотрим как это сделать ну а я буду по всей длине наносить опять же я набираю чуть-чуть клея с учетом что у меня еще здесь его немножко осталось вытягиваю этот кончик подлиннее буквально чуть-чуть выпачкала клеем ниточку и расправляю ее узелок держу пальчиком раз увела ее туда отрегулировала пока он не схватился клей какая мне нужна длина как у меня здесь все эластично красиво смотрится во все стороны потянуло и прямо сейчас уже абсолютно смело я обрезаю под самый корень свой хвост все он никуда не денется посмотрите идеально спрятан хвост его не видно и когда у нас тут мы завязали на один узелок вот она у нас имитировалась во-первых петелька изнаночная а во-вторых и здесь у нас когда один узелок нету вот этого уплотнения под пальцами завяжем и сами 2 даже в самой тонкой пряжи он бы ощущался даже если бы мы текстильный узел завязали ну и второй вариант давайте еще раз я под наберу себе клея чуть-чуть когда я говорила что фиксируем только кончик вот здесь прям четко вытягиваем чуть-чуть вот видите я пальцем взялась вот отсюда держу и вот досюда я хочу вот буквально вот столько до заклеить сейчас расправлю меня здесь волосишки мешаются вот буквально вот столько заклеить хочу вот столько я и вытянула аккуратненько точно также нанесла клей выпачкала ниточку да только на кончик и затянула ее туда куда нужно все пальчиком придавила самое главное не переборщить не копать клей из и колпачка или из ну непосредственно прямо из этого отверстия бывает забиваются вот эти носики девчонки прямо из отверстия просто чем-то тогда если нет такого колпачка я вот не хочу ничего другого использовать что есть дано производителем тем я и пользуюсь к слову сказать вот смотрите я дергаю она не вытягивается она уже зафиксировалась все посмотрите видите я тяну а она остается такая какая была все краешек приклеен ну просто намертво стирки можно подвергать это клей создан для текстиля буквально заплатки ребятишкам на коленке усиливают вот эти зимние штаны для катания с горок приклеивают и стирают представьте себе сколько раз детские штаны для прогулок за зиму ничего не происходит все идеальная изнанка идеальная резинка с обеих сторон вот у нас спрятана здесь нить ничего не видно вообще нигде у меня два узла спрятаны вот здесь из здесь тоже от края в направлении к центру у меня спрятана нить которая зафиксирована абсолютно мягкая вообще никак не жесткое полотно во всех абсолютно местах получилось приятного творчества пользуйтесь на здоровье и обратите внимание на эту прекрасную резинку косичку по ней у нас есть отдельный прекрасный мастер-класс от галины я оставлю вам ссылку в описании под видео до новых встреч